Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. Боец смешанных единоборств Ислам Вагабов задержан за драку. В отношении его возбуждено уголовное дело. 80 лет со дня начала Великой Отечественной. В Республике проходят акции в День памяти и скорби. В гостях у ветерана побывали наши корреспонденты. Религиозные ритуалы на удаленке. Роспотребнадзор запретил массовые богослужения в Дагестане. Полицейские в Дагестане задержали бойца смешанных единоборств Ислама Вагабова, ранее объявленного в розыск. По данным МВД Республики, 8 июня в ходе конфликта Вагабов соучастниками избили 36-летнего жителя Махачкалы. В результате пострадавший был госпитализирован. По информации ряда СМИ, избитый является племянником бывшего главы Дагестана Мухуалиева. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сегодня в нашей стране день памяти и скорби. Ровно 80 лет назад в этот день началась Великая Отечественная война. Перед Домом Дружбы в рамках Дня памяти еще раз вспомнили тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину в Великой Отечественной войне. Их память почтили минутой молчания. В завершении мероприятия прозвучали песни военных лет в исполнении артистов дагестанской эстрады. А все желающие могли попробовать солдатскую кашу и чай, организованный перед Домом Дружбы. Вся страна отмечает День памяти и скорби. Это дата, о которой знакомы всем народам, населяющим Российскую Федерацию. Такие мероприятия необходимы, потому что это дает возможность воспитать подрастающие поколения в духе патриотизма. 22 июня 1941 года. Страшная дата в истории нашей страны. В мире, наверное, не найдется таких слов, которые смогли бы выразить всю благодарность защитникам Родины, отстоявшим нашу землю. Мирное небо досталось действительно непомерной ценой в миллионы человеческих жизней. Как много тех, кто не вернулся домой с полей сражений, но и тех, кто вернулись, помогают нам не забыть, как это было. Помнить для того, чтобы больше не повторять эту войну. Об одном из таких ветеранов – следующий сюжет. Ахмед Набей Алиевич Апашев был 16-летним подростком. Учился в школе в Хасавюрте, когда в один из погожих дней услышал о начале войны. Вспоминает, что тогда с ребятами сначала не боялись. Казалось, это мимолетное событие, но достаточно важное в их скучных буднях. Тысячи дагестанских юношей тогда до конца не осознавая, что такое война, пытались попасть на фронт добровольцами. Смешанные чувства были. Сначала интерес – вот, война, то, сё там. А потом пошли ограничения, недостатки, то, что сопровождают всякую войну. Трудности начались. И ожидания ни у кого не оправдались. Она затянулась, втягивая себе больше людей средь лета, каникулы. Газеты так хорошо писали, интересно. Я увлекался, ну, признаюсь, хотя это меня все равно уважают. По-вот, еще был романтик. Увлекся, решил поехать на войну. Военные эшелоны шли. Меня выгоняли за эшелоном. Несколько раз Апашев пытался попасть в зону боевых действий. Но судьба распорядилась иначе. Его отправили учиться в военное училище. Поэтому в горячую точку он попал уже ближе к окончанию войны. Я разочаровался в войне. Никаких героических поступков не видел. На фронте Ахмед Наби Алиевич служил в секретке. Наблюдал, чтобы не напали диверсанты. Потом помогал доставлять и готовить боеприпасы. Рыть траншеи и окопы. Признается, что рад тому, что стрелять ему пришлось лишь раз. И то не по противнику. Когда война кончилась, пленные шли в колонны. Их было совсем мало. Мы на них смотрим, они нас удивлялись. С чего мы воевали против друг друга. Машина утром поедет. Там кто-то будет кричать. Слушай, что там? Войне конец. Мы были эшелоны, хотя знали, вот кончится. Схватили автомат и пах-пах-пах, постреляли. И напряжение с нас спало. Ничего нам не угрожает. Убит, ранит. Ахмед Наби Апаша, вспоминая свою жизнь, желает, чтобы больше не шли мальчишки прямо из-за парты в бой. Не получали похоронки матери и жены. Не плакала под вражескими оккупантами родная земля. Не забывать, но и не повторять. Такой простой совет он дает молодежи. Оружие совершенствуется. Поэтому длительных войн, если начнется война, не будет. Она будет короче, но исключительно разрушительной. Поэтому надо договариваться. Беречь земной шар. Отменить ядовытое топливо для ракет. Тектин называется. Телерампность, терпимость, взаимопонимание, общение должно быть. Если необходимо, взаимопомощь. Берешь наш земной шар. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, Чтобы снились всегда только добрые сны, Чтобы Россия героев своих не забыла. Чтобы не... Ларианна Шемхалаева, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ Махачкала. О последнем мирном дне перед началом кровопролитной войны Вспоминали сегодня и в историческом парке «Россия. Моя история». Тематическая экскурсия прошла в зале «Вспомни». Историк Роберт Магомедов рассказал о той, казалось бы, самой обычной субботе, когда люди жили своей жизнью, Занимались бытовыми делами, В то время как Вермахт наносил последние штрихи В свой тщательно разработанный план. Первый день войны не стал самым кровавым, Ведь все самое страшное только начиналось. Впереди были четыре года сражений. Но 22 июня 1941 года навсегда изменила жизнь советских людей. День 22 июня был выбран не случайно. Дело в том, что именно на этот день приходится День летнего солнцестояния. То есть это самый длинный день лета. А для наступающей армии светлое время суток жизненно необходимо. Именно поэтому гитлеровские войска вторглись на территорию Советского Суза В четыре часа утра и на 22 июня. Гитлеровцы планировали к концу дня 22 июня 1941 года Продвинуться достаточно глубоко на территории Советского Союза. Однако уже на границе гитлеровцы столкнулись с очень мощным сопротивлением советских пограничников. Здесь надо добавить, что на уничтожение советских погранзастав, Согласно плану Барбаросса, выделялось не более получаса. Но советские пограничники продолжали сопротивляться часами, сутками, а где-то даже и неделями. Выставку «Вспомни» о Великой Отечественной войне смогут посетить еще несколько недель гости и жители нашей столицы. Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла накануне в Махачкале. Жители и гости столицы возложили цветы к памятнику воину-освободителю. Затем собравшиеся выложили из свечей слово «Помним» и почтили память погибших минутой молчания. В завершении мероприятия воспитанницы одной из столичных школ искусств исполнили танец под песней «Журавли», а затем запустили в небо белые воздушные шары. Своё почтение павшим солдатам выразили и члены правительства Дагестана. Богослужения в мечетях, церквях и синагогах республики с участием прихожан запрещены. Для доступа граждан к богослужениям советуют использовать онлайн-трансляции в сети интернет. Ограничения связаны с неблагоприятной эпидобстановкой и высокой заболеваемостью коронавирусом. Соответствующий документ размещен на сайте Управления Роспотребнадзора по региону. По информации ведомства, на сегодняшний день в Дагестане зарегистрировано почти 35 тысяч случаев заболевания. 80 из них только за последние сутки. Культовые здания могут посетить только священнослужителей и те, чьё присутствие необходимо для их функционирования. Главный санитарный врач республики также предписал, чтобы религиозные обряды ритуального омовения, бракосочетания, отпевания, венчания, крестины проводились лишь в ограниченном присутствии близких людей. Помещения должны быть оснащены приборами по обеззараживанию воздуха закрытого типа. По усмотрению руководства религиозной организации, богослужение может совершаться полностью на территории организации при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. В Махачкале усилена санитарная обработка общественных пространств и транспорта. Для обеззараживания используются специальные средства, которые не представляют опасности для людей и зелёных насаждений. Обработка уже прошла на главной площади столицы. Специалисты провели дезинфекцию дорожек и скамеек на игровых и детских площадках. Также усиленная санитарная обработка проходит в общественном транспорте и на остановках. Самбисты Махачкалы выявили сильнейших на первенстве города. Юношеские соревнования прошли в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. В споре за победу сошлись порядка 70 любителей борьбы в куртке. Курбан Рагимов продолжит тему. Большой арсенал бросковых и болевых приёмов. Применяют их как в стойке, так и в партере. Всё это спортивная самбо – отличная база для любого вида единоборств. Борьба в куртке привлекает юношей своей красотой и динамикой. Я уже второй год занимаюсь в самбо. До самбо занимался грепплингом и боями. Иногда совмещал. Остался в самбо, потому что очень понравился этот спорт. Здесь очень красивые броски. За счёт всего этого мне этот спорт нравится очень сильно. Есть какая-то мечта в самбо? Моя мечта в самбо – это стать чемпионом мира. Этой мечтой живёт каждый участник соревнований. Шесть клубов Махачкалы приехали команды из Каспийска. Медали оспаривают порядка 70 спортсменов. По словам руководителя региональной федерации самбо Руслана Раджабова, для юношей открытое первенство станет своего рода трамплином для участия в турнирах более высокого уровня. В основном результаты у нас идут все по боевому самбо. Чемпионы России, чемпионы мира есть у нас всегда по 3-4 человека. По самбо как такого нет. Но мы будем стараться именно с этого юношеского возраста пропагандировать именно самбо, чтобы результаты были по самбо тоже. Здесь и с рукопашного боя, и представители ММА, все хотят попробовать себя в самбо. Насколько успешно и не получилось? Довольно-таки неплохо. Принцип работы у всех такой же. В кимоно работают. Стараемся, чтобы больше молодежи работало и в кимоно, и именно в любительском виде спорта. На коврах спортшколы имени Абдулманапа Нурмагмедова сошлись как начинающие самбисты, так и те, кто уже смог заявить о себе на республиканском уровне. За схватками наблюдают опытные тренеры. Они уже знают, кто в ближайшее время сможет попасть на карандаш к наставникам сборной. Уровень ребят хороший, учитывая то, что это открытое первенство города Махачкалы. Ребята на нормальном уровне. Соревнования проводятся, чтобы развивалась самая республика Дагестан. У нас он все равно в тени от таких видов спорта, как вольная борьба, бокс, дзюдо. Хотя, если взять общий результат по России, у нас и чемпионы есть, и чемпионы мира есть по самбо. Победители первенства наградили медалями, грамотами и другими памятными призами. В ближайшее время организаторы планируют провести аналогичный турнир и по боевому самбо. Курбан Рагимов, Саид Ахмед Магомедов и Махач Магомедов. Телеканал ННТ Махачкала. Это была последняя новость в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова